Там поставили к стенке кирпичные, было много людей с оружием, ходили, каждый предлагал что-то с нами сделать, кто-то предлагал в ноги пострелять, кто-то просто предлагал убить. Ну просто между собой они отобщались и каждый свою идею предлагал. Их был один человек, который говорил, что не стоит, потому что мы, он сказал, что нужны для чего-то были. Когда волокли нас из машины санитарной, там были товарищи, у которых были прострелены ноги, они не могли быстро, самостоятельно передвигаться. И их силой кого-то волокли, кого-то подталкивали, били. Мы там содержались в каком-то спортивном зале, спали на полу, ночью было холодно, и там постоянно, когда прилетал какой-либо снаряд, был слышен взрыв, слышно было, как открывается дверь, и выходят мужчины и начинают избивать летчиков, как я понимал. Там у нас находились два летчика, их постоянно били, не давали им спать, и в любой момент можно было ночью услышать, как спрашивают летчики, вы спите, и они заставляли их отвечать, что мы не спим, небо сторожим. Вот их постоянно издевали, сейчас они над летчиками, и говорили, что если летчики вернутся в Россию, то только инвалидами.